Здравствуйте! Меня зовут Давид и в этом обзоре я хочу вам рассказать и сделать тест двух замечательных наушников. Одни из них известнейшей марки японской аудиотехника. Всем привет! Видите, я тут отражаюсь. Аудиотехника, модель которая называется ES7, наушники для портативной техники, премиум класса. И вторые наушники, о которых я хочу рассказать, это модель наушников Soul. Soul переводится как душа. И модель которая называется ESL 150. Эти наушники оба мои. Soul я купил сам на свои деньги. Аудиотехника это подарок одного из моих очень хороших знакомых. То есть он знает, что я увлекаюсь музыкой. И когда я ему сказал, что я собираюсь куплю музыку, и вот всем с этим связано, что куплю Soul, то Павел, если ты смотришь это видео, огромное тебе спасибо за наушники. То есть у меня теперь их двое. Я забегая далеко вперед, скажу, что аудиотехника мне нравится несколько больше. Объясню почему. Ну и Soul очень достойные наушники. И как ни странно, несмотря на то, что вот цены, я подготовился к этому обзору. Я брал средние цены по Яндекс.Маркету. На мой взгляд, просто Яндекс.Маркет, ну это оптимальный такой ресурс, который позволяет сравнить у многих продавцов товар, почитать отзывы, ну и купить. То есть по цене, как мы видим, если аудиотехника ES7 стоит 5,290, то Soul стоит около 8000 рублей. И я расскажу сейчас про них, покажу вам комплект, а комплект заслуживает особого внимания. Но звук, конечно, нужно самому послушать, сделать выводы. Основное, конечно, отличие этих наушников. Внешне они, не внешне, а то есть по характеристикам они похожи. То есть наушники созданы для портативной техники, то есть для смартфонов, для MP3, разумеется, плееров, разумеется, там для айфонов, там и так далее, и так далее. С планшета можно слушать, с электронной книги, если она на цветном экране, и так далее. То есть для портативной техники. Кабель в связи с этим длины около метр двадцать, и на одних, и на вторых наушниках. Основное отличие то, что наушники Soul в комплекте имеют съемный кабель, точнее таких кабелей два. Если один, это обычный кабель с джеком, как и на аудиотехнике на конце, то второй кабель, который я вам обязательно покажу в комплекте, он как гарнитура. То есть здесь появляется микрофон и регулятор громкости. И очень приятно, что кабель отсоединяется. Это, ну, мне кажется, это удобно, это разумно. Опять же, если вдруг кабель там повредите, то можно взять любой, благо найти таких кабелей без проблем, купить и использовать. Это, конечно, безусловный плюс. Ну, у аудиотехники есть свои козыри. Основной козырь – это, конечно, звук. К комплекту мы вернемся позже, я просто сейчас вам расскажу свои ощущения от этих наушников. Звук. Почему я говорю, что мне он нравится больше, и делаю такой вывод. Я небольшую фокус-группу, то есть пяти разным людям, нет, шести, включая мою жену, дал послушать эти наушники. И, в общем-то, большинство, то есть, получается, пять человек сказали, что аудиотехника звучит лучше. Вот, как ни странно, повторюсь, опять же, по цене наушники, одни стоят пять тысяч, грубо говоря, другие восемь. Ну, такое мнение. Но я не могу однозначно сказать, что прямо аудиотехника переигрывает в разы соул. Это было бы несправедливо, конечно, по отношению к этим наушникам. Они достойные. По звуку можно как сказать. Аудиотехника здесь не такой басистый бас, как в соуле. В соуле просто это рвет и мечет. То есть, ну, просто бух-бух-бух. Ну, знаете, такую музыку в стиле техно, там, не знаю, что-то такое вот мясистое, очень хорошо слышать. Аудиотехника, они более детальные. То есть, они реально больше детальность дают, больше эффект присутствия. Оба наушников абсолютно почти одинаковы по степени шумоподавления. То есть, наушники для поездок, то есть, в самолете, в поезде, в людных местах, в метро, само собой, в метрополитене. Они очень сильно глушат внешние звуки. Соул глушит звуки чуть лучше. Ну, по моим ощущениям. Но это неудивительно. Амбушюры у соула чуть больше. Они охватывают полностью ушную раковину. По конструкции. С аудиотехники начнем. То есть, дизайн. Вы видите. Амбушюры. Амбушюры, если со временем нужно будет заменить, я думаю, можно будет купить новые и поставить. Они снимаются аккуратно. Вот так вот вытаскиваются. Собрано. Ну, как? Естественно, качественно. За такую цену по-другому просто не бывает. То есть, наушники там не тысячу рублей, не две, а значительно дороже. Собрано хорошо. Классический дизайн. Провод из каждого динамика выходит. Провод крепкий, обычный. То есть, ничего в нем такого необычного нет. Ну, позолоченный разъем. Но, по-моему, на всех наушниках свыше тысячи рублей присутствует. Если я не ошибаюсь. Ну, или двух тысяч. На голове сидят удобно. То есть, регулируется оголовье. У меня голова достаточно большая. Ну, я сам большой просто. Мне они подошли. Потому что, я вспоминаю, один раз я купил себе, также не послушав наушники АКГ, не помнишь, модель. Классная фирма. Очень хвалили мне. Они мне на голову просто не налезли. Пришлось их перепродавать там знакомым в новых. Бывало такое. Здесь же отлично. То есть, на разную, на большую. То есть, налезают вообще без проблем. Держатся хорошо. То есть, я не пробовал кататься, допустим, на велосипеде. И в этих, в этих, кстати, сложно сказать, будет держаться или нет. Но, конечно же, они не для спорта, там, не для поездок на велосипеде. Во-первых, они закрытые. И они не пропускают внешние шумы. Это даже опасно. То есть, ну, не слышать ничего вокруг. Это нужно именно сидеть там в самолете, путешествовать, слушать, идти по улице. Ну, не бегать. Мне кажется, они слетят. Для этого есть другие наушники. Удобно. То есть, уши в них не потеют. Извините за подробность. Нет, это действительно так. Я слушал по времени. Эти наушники у меня сколько? Несколько дней? Четвертый или пятый день. Если в первый день я слушал и на работе. Вот сидел, работал, соответственно, там, за компом что-то делаешь. И наушники то эти одевают, то эти, то эти, то эти. Источник, конечно же. Источник это плеер. У меня мой плеер Kavon X9. Именно вот он. С ним, как Kavon, он и есть Kavon. Играет замечательно. Послушал сотового телефона музыку. Отторжение тоже не вызывает. Но, конечно, источник таким наушникам подразумевается. Хороший плеер должен быть по звуку. Даже не обязательно может быть какой-то дорогой супер. Но он должен быть хорошим. Чтобы реализовать весь потенциал этих наушников. Что еще? То есть, я нашел очки. Мне, опять же, как-то это не мешает. Какого-то большого дискомфорта я не чувствую. По моим ощущениям, Soul, он чуть меньше давит на голову. Ну, по моим ощущениям. Чем аудиотехника. Но, повторюсь, дискомфорты не в тех, не в других. А я их тестировал одинаковое количество времени. То есть, если в четверг, например, я поехал в Soul на работу. Слушал по дороге в метро. По дороге там до работы. На работе. В пятницу я в аудиотехнике. И, опять же, тестирую по очереди. То есть, дискомфорта ни там, ни там нет. То есть, все хорошо. Итак, с аудиотехникой по дизайну мы разобрались. Теперь перейдем к Soul. И в конце видео я покажу комплект. Что есть. Там тоже все интересно. Soul, как уже говорили, дизайн, во-первых. Сами наушники не поворачиваются в разные стороны. Но зато они складываются. В комплекте есть чехол. Специальный жесткий. Я его покажу. Очень удобный, на мой взгляд. Наушники собраны, разумеется, также очень качественно. Там бюшуры. Амбюшуры тоже можно заменить в будущем. Снимается. Да вообще на всех наушниках. Также на мою голову налезли они без проблем. И по весу, кстати, они легкие. Давайте я вам скажу, какой вес. Я специально распечатал. Вот характеристики все. Единственное, Soul, они почему-то характеристики не на коробке, не на сайте. А я заходил, разумеется, на сайт и аудиотехники, и Soul. Там их нет. Но я знаю точно, что они 32 Ом. А вот остальные характеристики для меня загадка. В инструкции их тоже нет. Реально. Но вес тоже отсутствует. Но мы посмотрим на коробки. То есть аудиотехника весит всего 160 грамм. Ладно, оставим эти бумажки в сторону. Вот еще раз, по ощущениям. То есть Soul, на мой взгляд, он чуть меньше сдавливает голову. По остальному, то есть, ну и там, и там, еще раз, извините за подробности, уши, грубо говоря, не потеют. То есть дискомфорта не испытываю. А не снимая, я слушал их, но часа два, грубо говоря, музыка в них у меня играла. То есть конструкция и там, и там замечательная. Единственное, аудиотехника, она вот поворачивается только так. Это удобно, если они на шее у вас висят. И все, больше никак. И то, что здесь провод, конечно, двухсторонний. Был бы односторонний, было бы лучше. Но аудиотехника, как я понимаю, такая старая компания. Ей уже, по-моему, 40 лет. И, то есть, они так вот, классический дизайн. Soul компания молодая, совсем такая агрессивная. И они делают, то есть, во-первых, шнур только из одного наушника. Это, на мой взгляд, плюс. То есть, здесь ничего не мешает, не болтается. Ладно, я надеюсь, вам достаточно информации о них дал, рассказал. То есть, еще раз, по ощущениям, лично моим и людей, которым я разным давал слушать. Да, по музыке, разумеется, на какой музыке тестировалась. Музыку я слушаю ритмичную. И всем, кому я давал, слушали ритмичную. То есть, все, что, грубо говоря, там, танцевальная музыка. Да, все, что угодно, что подходит под эти описания. То есть, классику я на них не слушал, по той простой причине, что я ее просто не слушаю. Рок, в принципе, тоже. То есть, слушал музыку, там, такие группы, как E-Type, например. Хиты 90-х очень люблю. Да, все, что-то в этом стиле. Beatles послушал, кстати, тоже хорошо. Я так вот, мне просто диск подарили, поэтому я вот послушал, классно звучит, хорошо. Притом, монозапись одна из первых. То есть, классно. Итак, что по комплекту в этих наушниках? Давайте начнем, наверное, с аудиотехники. Такая коробка, видите, ES7. Ну, информация вся здесь, вот она есть, характеристики. Открываем эту коробку, и что мы видим внутри? Внутри мы видим, что тут у нас. Я даже не открыл, если честно, бумажки, но это инструкция, судя по всему. Другое просто ничего не может быть. Коробка такая конкретная, основательная. Здесь мы видим тряпочку, которая реально пригодится, так как вы заметили, что наушники достаточно маркие. Сейчас мы их протрем. Вот, они заиграют, отражают замечательно. Видите? Класс. Молодцы японцы, позаботились. Привет всем еще раз. В комплекте также идет такой чехол. На ощупь приятный, тряпичный. Ну, как тряпка, она и есть тряпка. Для поездок пригодится. То есть, они туда убираются. И, в принципе, все. То есть, чего-то больше, ничего здесь больше нет. Поэтому мы убираем и показываем значительно более богатый комплект Soul. Коробка достаточно большая, тяжелая. То есть, еще нужно подкрыть ее открыть. Но мы это обязательно сделаем. Я сначала думал, что Soul это те же наушники, наушники, та же фирма, разновидность, которые сейчас популярны. Которые там вот эти Monster, Monster Beat, Dr. Dre. Но оказывается, это совсем не то. То есть, это наушники, это марка вот этого человека. Я не боюсь признаться, я его не знаю. Потому что я не слежу ни за современной эстрадой, ни за там актерами. То есть, ну, как бы, можете написать, что ты что, с ума сошел, не знаешь этого человека. Я знаю, что он в «Форсаже» играл. Ну, не слежу. Мне просто неинтересно. И времени нет особо ни в фильмы смотреть, ни музыку слушать. Это его бренд, его марка. Коробка огромная, основательная. И, что странно, то есть, не в инструкции. Могу показать, но там реально нет характеристик, ни сопротивления, ничего нет. Я все пролистал. Не на коробке. То есть, покажу вам. Видите? Ну, 32 Ом это точно. Остальное покрыто тайной. Конечно, очень классный чехол. То есть, вот почему они дороже. Вот разница ощутимая. Я вам говорил, то есть, то, что здесь комплект чехол, классный, который наушники убираются. В комплекте идет переходник, большой на 6,3 мм. Это для аппаратуры, там, для телевизоров, для музыкальных центров и так далее. Ну, также тряпочка. Инструкцию показывал. И второй шнур. Второй шнур, он хорош тем, что этот шнур работает как гарнитура. То есть, для приема звонков. Если честно, я его еще не пробовал. Надо попробовать еще эти кнопки, кстати. Ну, то есть, он как микрофон. По-любому, то есть, нажимаете кнопку. И, соответственно, если он подключен в ваш смартфон или iPhone, то есть, поддержку Apple, разумеется, он имеет. Здесь об этом написано. То вы используете эти наушники как гарнитура. Просто вставляете шнур второй. Он точно такой же, такой же точно длины. Он, кстати, плоский. Вы, наверное, обратили внимание. То есть, шнуры плоские, сделано это специально, чтобы на шнур не спутывался. И, соответственно, вы разговариваете, используете как гарнитур. Вот он, микрофон, вот кнопки. Все очень просто. В принципе, это все. Здесь, не знаю, для чего. То есть, для второго шнура, чехол, все достаточно достойно. То есть, и карабин. То есть, чехол можно повесить на пояс или куда-то еще. Почему я их даже не включаю? Ну, я сначала думал подключить там плеер. Ну, смысл сейчас вот их включать, слышать вот из них звук, который идет, на мой взгляд, никакого нет. Самое главное, если у вас есть возможность, вы послушайте эти наушники. Составьте о них свое собственное мнение. Почитайте отзывы. То есть, во-первых, на Яндекс.Маркете очень много отзывов. Я не поленюсь, я под видео размещу ссылку, где, во-первых, ссылку на сайты, где эти наушники представлены на официальные. Во-вторых, я размещу ссылку на Яндекс.Маркет, чтобы вы могли посмотреть, почитать отзывы. Также попробуйте в крупнейших магазинах, там, тот же Player.ru, M-Video, там, и так далее, и так далее, и так далее. Во многих есть, конечно же, форумы, на которых можно почитать отзывы владельцев наушников. И я думаю, ну и Яндекс.Маркете я обязательно напишу. То есть, еще потестирую, сформулирую все и напишу. Вот, всем спасибо. Будут вопросы, пишите. Единственное, у меня, к сожалению, нет времени. И если вы напишите нам, Давид, скачайте такую песню и попробуй, как звучит, я не буду этого делать по двум причинам. Во-первых, действительно мало времени. У меня сейчас новый проект запускается. Ну, не рано говорить. В ближайшее время в интернете. То есть, я размещу на него ссылку позже. Тоже обзоры. Очень мощный проект будет. А во-вторых, ну, уши у всех разные. Ну, послушал я эту музыку. Ну, че вам напишу? Ну, да, играет. Играет, звучит, знаете, звук есть. Ну, реально, уши у всех разные. И я повторюсь, я слушаю танцевальную, музыкальную музыку. Люблю E-Type, люблю мастер-бой, хиты 90, продиджи. Я вот основной слушаю такую музыку. И мое мнение, там, послушав прогрессив, хаос, транс, обожаю. Вот все, что с музыкой такая ритмичная, там, обожаю. Вот, поэтому я не возьмусь тестировать что-то и сообщать вам, как оно играет. Играть будет, а как? У вас есть свои уши. Слушайте. Ну, что ж. Нравится видео? Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. До новых обзоров. С вами Давид. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok